друзья привет не выходил ролик два дня но занимались ремонтом сейчас провожаем лёшика зашли по дороге ванину квартиру у нас радость поставлена дверь у анечки правда не до конца еще не вмонтированы доборы вот здесь но дверь вообще просто шикарно подстригаться пора не знаю когда я это сделаю зеркалом вот такая светлая смотрите очень дорого она обошлась потому что добор видите какой широкий и немножечко вынесли ну так скажем это уже подъезд получается это понимаю ну в общем все хорошо игорю громаднейшие благодарю оставим хороший отзыв компания тнк там где мы заказывали окна балкон двери вот на следующей неделе уже будет будет установка балкона окон но сейчас вот лучше там дают ценные советы перевезли уже от меня холодильник анечки вот они доборы лежат такого же светлого цвета вот ну и там идет сейчас инструктаж купила анечка мебель в кофе с кофом вообще опять в липле можно сказать отказалась я вчера даже от кухни буду сегодня искать кухню это невозможно доставка была три дня у нас три дня это три дня но это на неделю растянулась внутри раза они нас динамили сейчас перейду чтобы не мешать там инструктаж идет три дня динамили нас с доставкой мы сегодня привезем ждем 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 ничего не привозят потом вообще водитель трубку не берет и так вот три дня три дня если это диван там у нее кровать стол она заказывала но сейчас конечно показать не могу когда будет сделан ремонт тогда конечно же вы все это увидите в общем я отказалась от своей кухни и потому что если мне и так кухню будут вести я это не переживу это столько надо нервов иметь это просто ужас какой-то а вот ну я еще и отказалась от кухни потому что по той простой причине нет фронтальной панели до сих пор заказ от 17 ноября еще и до сих пор нет фронтальной панели а если ее вообще снимут раз производства и я останусь без нее то есть они уже готовы мне каждый день приходит эсэмэски назначьте дату доставки а я им объясняю что нет фронтальной панели они мне типа все есть ну конечно все есть в заказе они ее не видят эту фронтальную панель который нету в общем короче вчера я с ними опять ругалась и когда отменила заказ тут же звонок поступил тут же почему вы не имеете права типа я же перед предоплату сделать все три тысячи вот ну и сделала возврат пусть будут возвращать неделю эти деньги ничего я подожду так такой разговор какая причина возврата но я ему говорю что мне не нравится ваш сервис мне не нравится как вы нас три дня динамили дочки везли мебель мне не нравится когда я оплатила доставку а мы сами тащили этот диван надрывались с анечкой а потом вы мне эти 600 рублей возвращали еще неделю ну и говорю я нашла кухню дешевле и потом нет фронтальной панели сколько не буду ждать то есть вы мне завтра привезете эту кухню без фронтальной панели а мне потом когда она появится и появится ли ехать за не в липецк в общем так они мне это такие вопросы задавали я говорю девушка вы задаете некорректные вопросы вы значит покупаете кухню в другом месте это это не причина я говорю я вообще перед вами не должна отчитываться что я буду делать дальше и вообще собственно говоря не объяснять причину возврата просто передумал вот и все ну и написала им там естественно почему что работать нужно лучше то есть когда кухню везли три дня они телефон не брали как только возврат сразу сразу же тут же через минуту перезваниваю почему вы делаете возврат вот так вот когда денег касается сразу же начинают спрашивать да еще с претензиями а когда вам везут уже оплачены то нужно вести неделю и месяцы и больше короче друзья я больше не буду связываться с этой компании вот посмотрим еще на качество дивана у меня диван я там заказывала вот анечка себе заказывала и бра брая заказывала на лёшу в москву и привезли лишь потом привезет потому что там бесплатная доставка вот ну и больше постараюсь не связываться с этими ребятами вот такую крутую стиральную машинку аль как называть в ханде вот такую стиральную машинку анечка купила такой с таким вот черным ободком говорит это сейчас так круто candy называется да он сколько ты отдавал вот здесь доставка крутая это эльдорадо бесплатно подняли да но у них входит в доставку подъем на третий этаж на мы и подняли и все четко если честно мы даже забыли про эту стиральную машину пришло и смс оповещение что сегодня доставка и сегодня же в указанное время они это все доставили вот эта компания вот это я понимаю и также духовку анечка заказывала тоже бальдорадо это же все было четко ну вот просто четко что могу сказать если хорошо электродуховка хотя у амигаз электролюкс по моему я тоже себе такую купила в общем друзья идем лёшенька провожать уже торопимся потому что поезд и время пик пик друзья ну что мы пришли на станцию раненбург лёшенька как настроение раненбург сегодня так утро хорошо начиналось прямо вроде бы солнышко собиралось а потом как-то все затянуло видите на московский поезд сколько народу хотя лёша приезжал всего было 4 вагона или 5 сколько мы насчитали 5 вагонов было вот по-разному как-то составы то 5 вагонов иногда 11 вагонов ну в зависимости наверное от выкупленных билетов но на новый год уже все естественно раскуплено лёшек успел купить купили сосиски анечка купила не знаю зачем она их купила в общем несём котам собакам есть невозможно вот здесь вот котик живет слепой мы всегда как едем значит это корнем его я всегда либо покупаю но сейчас вот сосиски пойду найду его до покормлю вот да сейчас отключусь пойду пока поезд едет пойду это котика найду ваську ой песик пришел дайте дайте песику иди сюда вот пойдем туда переведем его ну его нафиг он испугается сейчас иди сюда а он успеет есть ну вот кота я не нашла есть песик вот покормили хоть песика немножко нумерация вагонов хвоста поезда уже объявили ты так быстро съела я боялась что ты не успеешь на все все дорогой все только за нами не надо у нас коты сейчас за нами попрется ну все все нету все хватит червячка заморил и хватит и шо ж ты сделаешь ну да впрок накурить а то что четыре часа теперь теперь в тамборе курить нельзя а я туда и не ухожу ну понятно если можно было то вышел бы да сейчас такие туалеты чистые в поездах побежала собачка ну вот пристроили сосиски по 40 рублей теперь покупать не будем нашли чем купить ну да не знаю вот так вот рука дернулась ну ничего зато собачка поела да но где же он там прибывает прибывает 45 поезд уже объявили сейчас встретим поезд вот она опять иди проси еще у кого-нибудь жалко и котиков и собачек всех жалко бежал видите вся платформа столько народу это не столько еще народу как-то тебя уезжал на ту платформу на обалдеть вот так вот вон он едет уже лёшенька ну приедешь ты же мне там звонить или графируй да как то уже гудок подойдет сейчас проводим тебя и пойдем работать ты мне фронт работ сделал сейчас придем покажу да сейчас дверь старую анину вынесем и буду стены шпаклевать до кирпичики готовить вот он поезд 45 тамбов москва твой вагон седьмой лёшенька я за тобой иду пошли пошли посажу тебя чтоб точно знать что ты уже в поезде вот так вот билета не надо паспорт показываешь и пошел вагон до цифровизация началась так пока 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 ага будем ждать две минуты поезд стоит всего лишь две минуты пока нет у него в конце скорее всего будет все друзья идем домой в москве говорят минус 18 вчера было у нас сегодня минус 5 это не минус 18 он лёшенька пошел вот он идет на свое местечко вот наверно вот здесь где-то вот здесь наверно ну ничего близко к туалету будет бегать ну все анютка пошли пойдем а там углем это углем а там уголь они же этот самовар греют на углях и вкусный чай наверное поэтому почему в поезде чай вкусный ну вот наверно от угля на углях очень вкусно и все все друзья собачку покормили лёшенька отправили теперь идем работать сейчас зайдем в анину квартиру вынесем старую дверь на помойку ой она такая тяжелая вон она собака вон она уже нас выследила ты видишь она сейчас за нами пойдет она перепутала вон она бежит она вот ищет нас я знаю собаку покормишь и все и она твоя ой все отключусь рука замерзла ой все собрались да все втроём собрались пусечку ты пошла сладкая сюда да пошла водичку пошла пить в окошко смотри и чебурахнулся моника ты меня поцарапал и грунтик и грунтик прыгай прыгай давай давай прыгай и она мы уже дома даже не знаю с чего начать лёшика проводили так замерзли что-то такой ветер задул зашли в магазинчик там недалеко от станции от железнодорожной погреться ну в общем погрелись больше чем на 3000 но не жалеем я купила вот такие шикарные обои не буду открывать но поверьте очень красивый город такой старинный город похожий может быть на венецию ну я не знаю мне видится что это такая какой-то европейский городок с балкончиками с фонариками в общем все как я люблю значит этот этот рулон стоит 1700 рублей к нему мне сразу предложили купить клей не найдешь куда-то клей сунула может увидишь поднеси мне его сюда пожалуйста чтобы я камеру не переводила это этот набор будет вернее набор эти обои будут вот там а в изголовье кровати дверь вы помните это закроется кресло конечно уберется там будет красивое изголовье оформленная вот этим вот этими флизелиновыми обоями по моему флизелиновые обои и обрамлено вот такими молдами вот сколько стоят молды две штучки я купила для обрамления я не знаю очень все стоило 2400 рублей это вот эти обои 2 молда которые будут по бокам и специальный клей для того чтобы эти обои наклеить и так друзья вот этот клей который мне предложили чтобы наклеить эти обои значит в изголовье будет этот таинственный город не знаю что это за город а на стенах будет скорее всего либо сделаю под покраску либо будет будут тоже обои шелковые в магазине продавец в общем рекомендовала мне шелковые обои однотонные естественно однотонные то есть изголовье будет вот с этим городом а по бокам на стенах однотонные обои если будут обои шелковые то обязательно будут вот такого светло-серого цвета очень будет красиво я вам обещаю у меня к вам просьба если у вас есть кошки и есть шелковые обои напишите как как коты к ним относятся продавец казалось что к шелковым обоям кошки равнодушны ну вот не знаю я сейчас мало кому верю но моим подписчикам поверю напишите если есть у вас шелковые обои и кошки вот так значит что еще давайте о покупках сегодня я на валбери заказала от этой же фирмы марикар по моему так называется фирма вот этот комплект пион и я заказала такое же постельное белье с натяжной простынью в общем придет конечно же покажу чтобы был полностью комплект то есть и подушечки и сидушечки и прихватки и скатерть и шторы и теперь вот будет такое же постельное белье придет из валбери сия вам конечно же покажу теперь еще о покупках купила вот такие часы забрала последние в магазине строй дом у нас в чеплы гене вот в том магазине бриз который я вам показывала не стоит 860 рублей здесь 520 забрала последние вообще без слышного хода то есть вообще бесшумные на батарейке конечно же это пластик но смотрится очень хорошо и красиво и для меня вот этот белый циферблат белый фон и с черными большими цифрами но вот просто самое она сейчас опять пойдем в этот магазин заказывать кухню я вам уже сказала что я отказалась от кухни в хов и буду заказывать кухню у нас в чеплы гене но она тоже будет ехать из липецка но почему-то если заказывать у нас нам сказали что будет стоить дешевле не знаю насколько это правда в общем сейчас идем и будем рассчитывать эту новую кухню что еще я купила в этом магазине где будем заказывать кухню магазин строй дом чеплы гене вот такая замечательная лампа тоже последняя но обратите внимание на оформление но как же рукодельницы до без кружева хотя вязать сейчас некогда но лампам будет не напоминать о том что когда-то наверное вернется то время вязание это в общем если упадет разобьется я так думаю что это или глина что-то такое в общем 900 рублей очень жаль что лампа была последняя и одна я бы с удовольствием купила две такие лампы обещали привезут но в общем не знаю вот так вот она красиво смотрится когда горит дальше идем заказала вот такое саше для аромата вайлберис это ванильный вкус очень вкусно пахнет в таком вот стеклянном стеклянной вазочки 380 рублей до дорого но это очень вкусно не могла пройти мимо вот этих часов часы из фикс прайса 299 рублей сюда можно фото вставить но пока вот здесь наверное все тот же цветущий пион класс здесь нет стрелки секундной но немножко слышно как они тикают совсем чуть-чуть совсем чуть-чуть я не люблю когда очень громко тикают часы вот на кухне такие же от батарейки но ход намного громче еще хочу съездить или сходить в этот фикс прайс появилась одна не выходит из головы идея в общем если все получится конечно же вам все покажу и расскажу ну а теперь друзья давайте отчет о проделанной работе то что сделал лёшик за четыре дня и теперь это фронт работ для меня да кстати в светофоре я купила вот такую лампу она идеально сюда подходит но она без выключателя конечно лампа тянет 40 ватт это не те не то подсветка с выключателем по 8 ватт но здесь она не будет гореть постоянно это будет освещение для шкафа который мы собираемся поставить вот в эту маленькую комнату я бы назвала это даже не комната а нишей под шкаф значит это гипсокартон здесь кстати здесь мы использовали гипсокартон был кто давно со мной на канале видел как мы с лёшиком разбирались стену она была из гипсокартона и вот сюда он пошел то есть все в дело помните вы меня спрашивали зачем вы убираете обои вот обои убирались для того чтобы использовать этот гипсокартон повторно вот здесь даже еще мне придется вот эти остатки убрать прогрунтовать эту стену и потом все это дело зашпаклевать ну и уложить потом кирпичики которые я делаю самостоятельно то есть сделано вот эта стена вот потолок здесь еще не зашить будет гипсокартон хотели мы этим пластиком зашить нет в продаже купили одну вот эту штучку здесь вот была испорчена заменили думала вот сюда продлить это все но больше нет в продаже зашьем гипсокартоном в следующий раз когда лёшик приедет и так значит вот эта стена тоже вся полностью сделана наконец-то мы избавились от этих оляпистых оляпистого пластика вот я вам сейчас покажу где он остался вот посмотрите как это смотрится вы знаете друзья даже дышать почему-то стало легче все-таки я склоняюсь к мысли что пластик что-то выделяет вот здесь был пластик вот он этот пластик остался только вот в этом уголке но не все сразу сколько успели столько и сделали там значит выпил под счетчик электро счетчик он у нас в доме хотя сейчас уже по новым правилам электро счетчики вынести на все на улицу здесь розетки самая сложная стена очень тяжело было вытаскивать провода из-под этого гипсокартона в общем все это стыковать было не очень просто здесь я попросил алёшика вывести мне лэп под бра здесь будет бран скорее всего будет полка и еще розетка вот здесь тоже есть то есть я сторонник того что розеток много не бывает в общем вот это все мы сделали за четыре дня ну конечно же основную работу это лёшик делал я так немножечко помогала где-то что-то держать подать вот очень сейчас хорошо все смотрится до нам учились этим люка хочу сказать столько много времени прошло чтобы сделать люк то есть вот он такой теперь маленький там вырезаны половицы конечно это еще не конечный результат здесь все это будет красиво сделано и вот так будет закрываться но сюда скорее всего положу какой-то может быть пушистый коврик вот такой выключатель и здесь тоже две розетки мало ли может быть гладильная доска здесь будет стоять скорее всего ну во-первых шкаф в общем теперь мне нужно все прогрунтовать зашпаклевать и можно будет клеить кирпичики ну и конечно же делать пол и устанавливать уже новую кухню в общем сейчас мы санечка собираемся идем в этот магазин во первых нужно зайти в албарис я там опять заказала искусственные цветы может быть в этом ролике вам покажу да скорее всего в этом ролике в общем сейчас идем в дорогу монечка его куска смотрится тимонька ты знаешь что тимонька мурчалки мурчалки да друзья еще раз хочу сказать что кошки у нас ходят по столу если кого-то это нервирует не смотрите ролики но у нас вот так они у нас не ходят на улицу у них даже здесь стоит водичка пьют наши кошки из бжели вот чтобы не пылилась вода она у нас стоит на столе вот монечка пошел пить водичку вот я считаю что гонять кошек бесполезно вы не всегда находитесь дома и конечно в ваше отсутствие кошки лазают по вашим столом я просто в этом уверена поэтому какой смысл их ругать какой смысл их швырять в общем у нас это так садимся кушать стол протерли и кушаем ничего я в этом такого не вижу все друзья собираемся идем в магазин заказывать кухню друзья мы уже дома я даже не знаю с чего начать в общем решила подготовиться к новому году решительно бесповоротно потратила кучу денег и не жалею накупила вот такой красоты давайте сейчас в двух словах расскажу значит все вот что вы сейчас видите это куплено в магазине fix price и вот эти вот веночки новогодние тоже уж не слишком меня судите вот так повесила эти веночки в те места провода где будет у нас бра ну потому что не хочу я делать лишнюю дырку все понятно что это временно но тем не менее настроение сразу улучшилось и стала новогодний что почем я к сожалению сказать не могу вот точно в общем на все я потратила 2600 рублей это вот два веночка по моему по 149 рублей а вот такая замечательная инсталляция новогодняя все из дерева эко стиль я придерживаюсь эко стиля и вот такие наверно мама олени олениха и вот олененок питание здесь две пальчиковые батарейки вот это точно стоит по моему 249 рублей так 2 кашпо купила вот таких не знаю почем а вот эти два замечательные гнома не могла пройти мимо они такие тяжеленькие устойчивые так хорошо стоят вот один такой бортовый второй пыльная роза ну прелесть прелестная ну как можно было пройти мимо вот этой милоты так что еще вот такие замечательные две подвесочки елочка и тоже олень новогодний вот это по моему по 77 рублей вот 2 2 сундучка под бутылку вина но из этих сундучков скоро на свет появятся два замечательных светильника да да светильника они будут подвешены такая светильник бран тоже все дерево очень приятно это все трогать здесь вот написано поздравляю но это вот для бутылки вина а что-то я не вижу здесь написано поздравляю и здесь поздравляю все одинаково где-то я видела вроде написано по-английски вину нет ничего нет ну в общем вот такие будут два светильника еще не решила что здесь будет служить лампой скорее всего бутылка или какой-нибудь плафон пуся как-то не вовремя в магазине строй двор куда мы хотели ходили сегодня переоформлять кухню я уже вам говорила что я отказалась от кухняхов и там просто замечательный продавец денис он и анечки собирал кухню ну как сказать конструировал и сегодня наверное больше часа мы провели у него я постараюсь вставить фото своей будущей кухни надеюсь что это будет окончательный выбор в этом магазине мой забыла как же кухня называется друзья сейчас найду скажу кухня называется модель на дуб ваниль можете набрать в интернете посмотреть и в этом же магазине там вообще кстати у нас в чеплыги не этот строй двор есть и в кривополяне вот где они заказывала себе окна и или там тоже замечательный магазин там и мебель у них и посуда и бытовая техника и чего там только нет загляните кто живет в чеплыги не нам вполне понравились цены уже даже жалеем что они купили у них ретро духовку и ретро вот эту газовую панель но очень красивая под эту кухню смотрелось бы здорово но все уже выбрали панели поэтому выбор сделан хотя может быть и неправильно очень жалеем надо было в этом магазине покупать все так что в денис если ты меня смотришь громаднейшее благодарю тебе за уделенное время надеюсь наконец-то будет у меня красивая кухня и все будет замечательно вот моня к нам пришел ему тоже все интересно все покупочки рассмотреть так что еще купила еще купила вот такую елочку поскольку мы елку с лёшиком ставить не будем у нас будет вот такая видите елка шишечки это все в магазине fix price вот в такой мешковине цены к сожалению не скажу друзья вот говорю вот эта вся покупка кроме конечно вот этого шнура с кнопкой из которого я сегодня буду умастерить светильник подвесной алябра все обошлось 2600 ну и вот вот эти два шнура и анечка там купила себе лампу лампочку вкручивающиеся в свою лампу вот такая тавтология в общем 320 рублей 100 рублей лампа ну и считайте что там 150 стоит по 160 рублей вот эти вот шнур с кнопочкой они мне нужны вот для светильника ну вот пожалуй они друзья сейчас еще мы же еще заскочили в магазин вайл борис и я забрала там два искусственных цветочка сейчас я вам их тоже покажу вот эти два замечательных растения но просто очень очень похожи на настоящие опять же это стиль по 348 рублей буду еще заказывать мне очень понравились эти мини горшочки пластмассовый белый горшочек и вот такое растение даже вот видите с такой пыльцой это вот специально сделано по моему фирма называется зеленый сад это не реклама все покупаю за свои деньги вот у них вот так вот все делается для того чтобы было ну как можно натурально выглядел товар очень нравится мне ну очень красиво и этот светильник от ньюшик тоже в этом цвете и вот эти горшочки в общем красота красивая ну и здесь спит кузьма в общем сегодня был у нас такой шоппинг хочу сказать ника ничего я сегодня не делала по дому как планировала значит что-то начать шпаклевать но увы не получается но зато удачно провели время я думаю что удачные покупки заказали новую кухню в общем настроение новогоднее настроение праздничное чего и вам желаю но вот друзья на этой ноте я буду заканчивать сегодняшнее видео желаю вам как всегда здоровья вдохновение неимоверного полета фантазии верьте что все будет хорошо и все зависит только от вас я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была елена сетникова пока пока